Ребята, всем привет! Вы снова на канале Роман Гоу. Начинаются новые приключения. Сейчас мы в аэропорту Толмачёва. Подходим к терминалу Б. И вот мы уже в аэропорту города Анталия. Это Турция. Приехали изучать местный авторынок. Также, конечно, туристическая составляющая имеет место быть. Будем всё рассказывать, всё показывать. На данный момент билеты по 4 800. Подготовили, значит, ПЦР-тест. До 12 лет пацану не надо. Просто подготовили ХЭС-коды. Пока никто это ничего не спрашивал. Мы уже вышли. Вот сейчас пойдём на трамвайчик. Рассвет офигенный. Погода офигенная. Сегодня 26 градусов. Завтра тоже 26. Конечно, не совсем по Максбету курортная погода. Но, я думаю, покупаться нам пойдёт. Да, кстати, мы не на All-Inclusive. Я понимаю, что им был вариант купить путёвку. С дорогими соотечественниками там это всё время провести в тесном общении, в тесном кругу. Там под критий Тагил. Но мы пойдём другим путём. Первые 4 дня мы будем жить в Анталии, в самом городском городе, в городском отеле. Вот. А там дальше у нас свободный отдых будет. Точно поедем в Стамбул. Может, ещё где-нибудь поживём. Типа Кемер, Алания, ещё где-нибудь. Вот, значит, остановка Хава-Люмани. Трамвайчик. Самое время сейчас достать Анталия-карту. Это транспортная карта местная. Но её сейчас нужно ещё привязать к Хэскоду. В принципе, делается это на сайте, через Google. Всё очень просто, неглючно. Именно Анталия. И также можно привязать к Хэскоду обычную банковскую карту, на самом... Ну, как я понял. Сейчас нападёт. Только-только десантировались в город. Уже увидели, как растёт вот лайм. Да какой лайм? Это не лайм, это лимон. Ну, или лимон, или лайм. Инжир. И что мы ещё видели? А, и финики. Финики на пальме. Вон они, финики. Давай на счёт три. Раз, два, три. Вот такой вот наш скромный номерок. Конечно, не туда заселили, куда нужно. Вроде завтра должны поменять на наш номер. Что-то, конечно... Конечно, что-то вообще жесть. О, находились. Атмосферный, да? Проснулись под пение из мечети. Под звуки местного автотранспорта. Местных людей. Вот, смотрите, продукты. Нам вот понравились такие вот кексики. Вот мы ещё взяли по три с половиной лиры. Ну, это умножить на семь примерно. На семь с половиной. Где-то по 28 рублей. В принципе, недорого. У нас пятёрочки. Самые-самые дешманские всё поставят. А здесь реально вкусный продукт. Вот Димит напитки выбирает. Вот есть кола такая по одной лире. 8 рублей бутылочка. 250 миллилитров. Оригинальная кола 2 лиры бутылочка. 250 миллилитров. Это вот банки вообще по 200 миллилитров. Этого нам на месяц стоят. Вот два с половиной литра стоит 9 лир, да? Вот шесть с половиной лир стоит. Вот оригинальная два с половиной, девять с половиной лир. А вот, кстати, кофеёк. Мне понравился 2 лиры. То есть где-то 15 рублей. Ну, либо вот железный можно брать. Но тут то же самое, считай, надешевле намного. Пудинг по 7 лир. 7 на 7, 50 рублей, короче, пудинга вот такую. Вот это, наверное, молоко 5,40. Йогурт тут в таких банках продаётся. 19 лир. Огромная банка. Вот тоже йогурт, 15 лир. Тут сразу, видишь, цена 6,5 лир за пачку, за килограмм. 32 лир. Ну-ка, вот лейс за килограмм 55 лир. Офигеть. 55 лир? Здесь 30 лир. Вот лапша быстрого заварения. 1,75. Это что, 2 лиры? Рост на халяву. 14 рублей. Ну, примерно так же, в принципе. Ха-ха-ха, 9 лир стоит майонез, 10 лир. А местный какой-нибудь, вот кетчуп местный. 7,75 килограммовая упаковка. Всего 50 рублей стоит. Так, водичка. 1,5 лир, 1,25 лир. 10 рублей. Всего 1,5 лир воды стоит. Нормально. Маленькая, вот 0,75. Пол-литра. У нас кухни нету на этом, в хостеле. Так бы взяли вон риса. Сколько? 15 лир килограмм. 15? Не, рис дорого. Рис дорого стоит. По 1 лире всего вообще нормально. Вот зубная паста какая-то местная здесь. 75 миллилитров, 2,45 надо брать по акции. Набрали мы на сколько лир? На 48 лир 400 рублей. Турецкие улочки, улочки утренние. Надо быстрее на пляж идти, пока пекло не началось. Дема играет с мамочкой и сыном, а тут уже и папа пришел. Такая необычная тачка. Багажник на крыше. Смотри, Дема, лестница, если захотел забраться. Шины 185 на 60, 15. Вольцваген у нас салончик. Да. Тут у нас гости. Не, поможете? А, там курица сидит? Наконец-то добились мы переселения в тот отель, который мы бронировали. Ну, здесь, конечно, тоже не царские палаты, но все равно получше. Уровень как-то попросторнее, на 3 этаж. А там 1 этаж, все курят, блин. Такой вот видок. Из окна. Сын дорвался до интернета, все, сына выключили. Все, чик. Да, выключили, конечно. Только наушники дайте, да? Интернет выключил. А, плохой? Ну, тогда сын остается с нами. Вот такой вот здесь туалет. Помывальник, сразу совмещенный со всеми делами. Душ и туалет. Ну и окно. Куда же без него. Сойдите, через 26 остановок едем на авторынок. Проезд в автобусе стоит здесь в районе 30 рублей. Задемку плачу пластиковой картой. За себя местной городской картой Анталии карты. Потому что здесь одной карты нельзя за двоих платить. То есть там через 20 минут интервал должен. Вот они, простые городские улочки Анталии или деревенские уже. Офигеть! Что-то непонятно, почему. Год назад я был здесь, здесь был авторынок, здесь все было заставлено машинами. А сейчас нифига нету. Вроде бы сегодня суббота и должен работать рынок. Может из-за праздника, из-за городского. Едем значит на другой авторынок. Такой более как автосалон, который всего 37 остановок ехать в автобусе. Всего? Всего лишь, да. И еще пешком пройти, еще километр полтора. Ты чё? А мы затонированы, нас не видно. Ага. Здравствуй, мой парень. О, ты уже английский за тебя начал, да? Ну, тут есть мигающий крашный сигнал светофора. Эх, широка страна, родная, да? Почнее, не родная. Погода сегодня не самая купальная, идеальная для нашего путешествия. Заметили, как здесь происходит? Авторынок, допустим, сегодня суббота, не работает авторынок. Там вообще ни одной машины нет. То есть, завтра, я так понимаю, мы придем, он весь будет забит. Ну, как вот в прошлый раз было, по крайней мере. А сейчас идем по территории университета какого-то. А, вон. Ак-дэнс университеси. Короче, какой-то университет. Такая огромная территория вообще, как будто в Штатах Америки, в Соединенных. Идем прям. Ну, никого нет, пустынно. Людей вообще нету. Чуть-чуть машин стоит. Погода сегодня прям идеальна для прогулок. Не жарко, не ветрено. Вообще супер. Аптека тоже закрыта сегодня. Кафешка работает. Там вон преспокойно растут спелые мандаринки. Ну, или почти спелые. Это вот местная пятерочка BIM. BIM A101, SOC, Migros. Вот это те магазины, куда стоит здесь заходить. Где написаны цены, все прозрачно, четко. Офигенную тачку встретили. Это у нас Volkswagen Golf. Оптика, смотрите, какая там внутри. Крест-накрест. На 18-х колесах, 215 на 40. Крутые диски. Самая изюминка – это крыша. Крыша мягкая, складная. При том, что эта машина хэтчбэк. Кожаный салон, механическая коробка передач. Бензобак на ключе. Ни одного рыжика, ничего нет на машине. Ну, я думаю, может, она уже и крашеная, но сделана хорошо. Вот видите, родные стекла, все четко. Первый раз в своей жизни вижу молочный бар. Реально, милк-бар. Здесь вот тренируются юные футболисты. Мусорный контейнер, вот, встроенный в землю. А вот он и авторынок, который сегодня работает. Сейчас мы посмотрим, во-первых, сравним цены на те машины, которые есть и у нас, модели и так далее. Во-вторых, посмотрим, какие необычные тачки, которых у нас нет и которые я там никогда не видел. И, возможно, вы тоже никогда не видели. Ну, вот посмотрим, такой Peugeot, допустим. Peugeot, видите, 122 тысячи лир. Не трогай руками. 246 тысяч километров, 2014 год, 1,6 Peugeot. Peugeot на механике. Ах, на CR-V, к сожалению, цены нету. Какое-то лобовое стекло кверху, оно идет, как будто искаженное. Но состояние примерно можем посмотреть. То есть есть жмочки на бампере, бампер деланный такой. Ну, все, машинка на любителя. А вот такой джип, такой джип можно посмотреть. Туда же подобие аукционного листа. 2010 год, 259 тысяч километров, двушка. Цены нету. Вот за машинками здесь ухаживают. Вот корола. Корола 182,990 турецких лир. Такая красивая королка. Здесь вот есть подобие аукционного листа тоже. Оригинал, оригинал. То есть крыша, капот, багажник. Все в оригинальной краске. Дизельная, дизельная корола. 100 тысяч километров, 2014 год, 1,4 мотор. Тонировочка, белая ткань. Вот такой тигр сверху сидит. Так. Ну, вот тут сразу машинки натирают. Сателлик. Это, видимо, сателлик продается. Номер телефона. В принципе, здесь можно и в дождь торговать, и в снег. Удобно под крышей. Ты не убегай. Ха-ха-ха. Так, ну Демиду, вот эта машина понравилась. Даже не знаю почему. Это Шкода. Это Шкода, да? Шкода типа Гольфа. А, да, реально, Шкода. Паворит. Паворит. Ну, резина тут натертая, как у Кота, кое-что. Конечно, по кузову уже не идеальная машинка. Цены, к сожалению, нет. Вот такой кроссовер Сузуки Гранд Витара нам всем известен, но тут, к сожалению, цены на него нет. Слушай, а вот эту, по-моему, год назад или эту, или похожую, я видел. Но она, скорее всего, конечно, на пневмоподвеске. То есть она так бамперами по полу не шоркает, когда едет. То есть она поднимается до нормальной высоты, но потом уже едет. Но так, конечно, красивая. Ну, хоть и тормоза барабанные у нас, резина вот так выполнена. То есть она гораздо уже, чем диск. Задние диски шире. Машинка у нас на автомате. Ну да, цепляется. Класс. Я и пыталась. Конечно, цена не везде указана, к сожалению. Будем подходить только к тем машинам. Вот ВИЦ, допустим, стоит. Вот цену бы посмотреть на него. Точнее, не ВИЦ, а Ярис. Вот давай на этой Opel Insignia у нас. Opel Insignia, 11-й год. 185 тысяч пробег. Ай, цены-то нет. А вот эта Dacia, это типа Renault Stepway. Вот так он. Но выполнена вот в таком кузове интересном, да, с раздвижной дверью, слайдером, как я люблю. Dacia Docker. Интересная машина, типа и как каблучок, и как Stepway. Какой-то этот симбиоз. Hyundai, да, в новом дизайне такой красивый. Ну вот, наконец-то строчка Fiat у нас здесь заполнена. 205 тысяч турецких лир, 100 тысяч километров, 18-й год. Hyundai Accent Blue. А, ну это наш, в общем, Hyundai Solaris. Hyundai Accent Blue он здесь называется. Машинка у нас на автомате, на крутилках. Тканевый салон. Да, получается дизельный мотор, Accent Blue. Называется машина. А, вот, кстати, Subaru XV. Мы смотрели такую. Ну это 17-й год, 48 тысяч километров. 292 тысячи турецких лир. Красавец вот такой, Subaru. Белый, белый цвет здесь очень популярный. Комплектация с кожаным салоном. Ну просто красавец Subaru, не дизельный. Потому что их, наверное, дизельных не бывает. Вот такой вот хандарь прикольный. С левым рулем. Я такие во Владике видел. Проводутые. Но, к сожалению, на красную нету цены. А вот здесь у нас Volkswagen Follow 1.6 дизель. 12-й год. 217 тысяч километров. Ну, 120 тысяч лир. Пола хэтчбэк. Такой вот красавец. Тут у нас символ модель Joule. 2016-й год. Цена 129 тысяч. Символ Joy. Символ Joy. 16-й год. Это наш... Это как Renault Logan. У нас это Renault Logan называется. В общем, 130 тысяч стоит дизельный Logan. Дизельный Gets с 10-го года стоит 91 тысячу лир. Умножаем это примерно на 7,5. Получаем на нашу цену. Ребята, торговцы, посматривают на туристов из Сибири, да? Да. Шкода модель непонятно. Шкода Фабия 1.2. Год 2012-й. Пробег 185 тысяч. Пробег 185 тысяч. Но цены здесь нет. Вместо цены написан номер телефона. Кто смотрел прошлогодний выпуск отсюда, да, я уже здесь был, по четвергам здесь проходит дичайший просто рынок, ну, обычный рынок. То есть здесь полностью все машины убирают и начинают торговать там с деревень или откуда съезжаются овощами, фруктами, мясом, всем чем угодно вообще. Просто здесь такой кипиш. Сейчас же здесь очень спокойно. Движуха небольшая идет тут на рынке. Вот витара заряженная, коровка, а, или это даже не, да, это коровка простенькая, но, к сожалению, цен нету. Здесь же сразу можно и покушать, вот супчик, донер и такие вот аппараты есть. Возможно, какие-то здесь даже с прошлого года еще стоят машины. Там вот сразу офисы компании, то есть перекупы, некие перекупы, автосалоны, то есть которые выставляют здесь машины. Здесь же они располагаются в офисах, то есть все цивилизовано, можно договора подписать там. Вот она, пожалуйста, BMW 7, короткая серия, но цены нет, только номер телефона. Год назад я смотрел, здесь цены были намного выше, чем в России. За этот год в России очень сильно цены вскочили просто в небеса какие-то, да. Ну, как видим, здесь тоже, ну, по крайней мере, я все еще не переводил по ценам, но Солярис полтора миллиона стоит, да, бэушный. От этого уже можно отталкиваться. По четвергам все тачки съезжаются вот сюда, то есть эта площадка заставляется ими. А там под крышей уже происходит, собственно, обычный рынок, обычный базар. Здесь вот на черном дворе, так скажем, на заднем дворе всякие конторы, там шиномонтажки, малярки, я думаю, есть. Ну, в общем, все, что нужно для подготовки машин. Да, вот здесь автомойки и так далее, то есть все здесь, вся инфраструктура авторыночная. Рено Сценик похож на Шниву чем-то. Еще один волшебный экскаватор и быстро поехал. А, они в одну сторону работают, а в другую нет. То есть они, видишь, они складываются. Да, видишь, они в эту сторону складываются, а в эту нет. Даже на самокате тут проезжаем. Изи. Букатка. Букатка. Субтитры создавал DimaTorzok